Дорогие друзья Я хочу прочесть из Священного Писания, из Нового Завета Хочу прочесть несколько строк, очень важных, говорящих как раз о сегодняшнем празднестве, о сегодняшнем дне Точнее, в сегодняшний день мы вспоминаем событие, которое описано в Евангелиях, в послании апостола Петра Петр, очевидец, свидетель живой, описывает все это вот такими словами Я читаю со второго послания апостола Петра, из первой главы, несколько стихов Здесь написано так, второе послание Петра, первая глава, 16 стиха Ибо мы поведали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа Не последовав за хитросплетенными баснями, но как очевидцы Его величия Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу Когда принесся к Нему от величественной славы Такой голос, это Сын мой, возлюбленный мой, в котором мое благоволение И этот голос, принявшийся с неба, мы услышали, будучи с Ним на святой горе Аминь Так вот, апостол Петр описывает в Священном Писании, что Он был там на горе На горе преображения вместе с Учителем, вместе с Господом нашим Иисусом Христом И с двумя учениками другими И Он слышал этот голос, который сказал, что это есть мой Сын возлюбленный Что в Нем мое благоволение, Его слушайте Дорогие друзья, братья и сестры И сегодня, спустя 2000 лет, мы также слушаем нашего Спасителя Господа Иисуса Христа Потому что ни в ком ином нет спасения Кого нам еще слушать? Кому нам верить вообще? На кого надеяться? Только на Него, только на нашего Господа Потому что Он нас любит, Он отдал Сына Своего за нас Бог отдал Сына Своего за нас Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную И Иисус Христос, Он исполнил эту великую жертву Он принес Себя самого, непорочного Богу Отдал Свою плоть за нас Она балала мимо Отдал Свою кровь Она истекала с Его ран Он был на самом деле, как овца в безгласен Потому как Он мог бы умолить Отца И Тот прислал бы множество ангелов Но в планах Божьих было именно, чтобы пострадал добровольно Пострадал именно любя, прощая И Иисус Христос это совершил Он есть Агнец Божий, как написано о нем в Священном Писании Когда Иван увидел его, пророк, увидел его на Иордане Первое, что вырвалось с него, он сказал, смотрите, это Агнец Божий Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя Иисус Христос, Он и сегодня берет грехи Твои и Мои Сегодняшнее поколение, так же, как и первое поколение верующих Надеется на Господа, принимает спасение даром Через жертву святую Голговскую Иисуса Христа И сегодня, если ты, дорогой друг, еще не принял спасителем Господа Иисуса Христа То мой совет, немедли, а прими прямо сейчас великую эту жертву Как будто бы она за тебя была принесена А так оно и есть Именно за тебя и за меня, за каждого из нас Была принесена величайшая жертва на Голговском кресте Признай себя грешником И признай Иисуса Христа праведником Который пролил за тебя свою кровь драгоценную И призови имя Господа Иисуса Христа И будешь спасен Так говорит Священное Писание Библия Священная говорит нам о том, что возмездие за грех это смерть А дар Божий, жизнь вечная Во Христе Иисусе Господе нашим И пусть Бог благословит сейчас эту молитву Если ты уже каялся перед Богом, но оступился, но отступил И сейчас ты понимаешь, что ты без Бога И тебе образовалась пустота эта внутренняя И тебе нужен Бог Тебе нужно вернуться к Нему сейчас, дорогая душа Ты можешь также призвать имя Господа Иисуса И попросить прощения Он готов грехи прощая Отворить дорогу ввысь И Иисус Христос, Он сейчас здесь Он сейчас там, где ты находишься Он говорил, что я с вами во все дни до скончания века Иисус Христос, Он здесь с нами сейчас Просто представь Его глазами веры Что Он как будто бы рядом с тобой стоит На самом деле Он здесь сейчас И если ты меня сейчас слышишь Ты можешь помолиться вместе со мной Молитвой покаяния, молитвой обращения к Богу И это будет самое лучшее, что ты можешь сейчас делать Потому что можно выслушать о празднике много Можно послушать поздравления красивые Но все это будет ничем Если в твоем сердце нет Иисуса Если в твоей жизни не произошли эти чудесные перемены Если ты не родился свыше Не родился вновь от воды и духа И пусть это Божье Слово сейчас в твоей жизни Кровь через кровь Иисуса Христа Произведет это удивительное таинство веры Я как священнослужитель помолюсь за тебя так же Призови имя Господа Иисуса Христа И будешь спасен И еще, если ты уже верующий И ты не отступаешь от Господа Слава Богу за это Но, дорогой друг, если ты понимаешь Что тебе нужно преображение Личное преображение То призови имя Господа Иисуса И возобидь Нему и скажи Я хочу преображаться в твой образ Я хочу взирать на тебя всегда Давайте помолимся, дорогие друзья Давайте скажем Богу слова покаяния Давайте скажем Иисус, дорогой Господь Я прошу Тебя омой мои грехи Своей святой кровью Иисус Христос Скажите примерно так Своими словами молитесь, конечно же Но можете так сказать Господь Иисус, я благодарю Тебя Что на Голговском кресте Две тысячи лет тому назад Ты взял мои грехи на себя Я благодарю Тебя за каждую каплю Твоей крови Вот так можете помолиться Еще и сказать Господь, прости меня А еще скажите Господь Иисус Войди в мое сердце Обязательно скажите ему так Скажите Войди в мое сердце Живи во мне А еще скажите так Что отрекитесь сейчас Во имя Иисуса Христа От всякого греха От всякого проклятия Беззакония Можете произвольно Можете повторять за мной Вот такими словами примерно Во имя Иисуса Я отрекаюсь от беззакония От греха От дьявола Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса я отрекаюсь от всех проклятий, от бесов, от демонов, во имя Иисуса Христа. И также попросите сейчас Бога, чтобы Он наполнен вас Духом Святым, и чтобы Библия Святая, Священное Писание, чтобы оно говорило вашу жизнь, ваше сердце, чтобы оно было внутри вас, чтобы вникали в учение Господа Иисуса Христа. Скажите примерно так, что Господь, наполни меня Духом Святым Своим, и говори мне через Слово Свое Святое, я благодарю Тебя за все. Аминь. А еще можете попросить, конечно же, это должно, я сам хочу молиться, тоже такой молитвой, о преображении личностном. Господь, я благодарю Тебя за преображение Твое, и я взираю на Тебя глазами веры, и прошу Тебя, пусть жизнь преобразится моя в Твой святой образ. Я взираю на Тебя, начальника веры, на совершителя веры, Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, и пусть, как Петр написал, пусть и в нашей жизни тоже будет чудно на самом деле. Мы не можем быть с учителем сейчас на горе, но глазами веры мы устремляем взор свой на Иисуса Христа, глазами веры на Иисуса, который Духом Святым сейчас здесь присутствует. Глазами веры мы, читая Священное Писание, мы устремляем глазами веры на Него, мы взираем на Него и преображаемся в тот же образ. Учимся у нашего учителя драгоценного прощать, любить, терпеть, идти до конца, нести свой крест и воскреснуть вместе с Ним должно нам. Слава Иисусу Христу! Пусть Бог благоставит каждого из вас, дорогие друзья. И в этом поздравлении я хочу, конечно же, попросить Божьей милости сейчас на каждого из вас. И если вы имеете нужду определенную, если проблема лица со здоровьем или какие-то другие проблемы семейные, вы можете прямо сейчас обратиться к Богу, Бог вас слышит. И давайте скажем такие слова вместе. Господь, я знаю, что Ты есть, я знаю, что Ты слышишь меня, я знаю, что Ты ждешь меня, я знаю, что Ты исцелишь меня, освободишь меня. Я верю в Тебя, Господь дорогой. Аминь. Я помолюсь за вас. Можете положить на себя руку. Отец Небесный, я прошу Тебя, Господь, за зрителей, за слушателей, за моих братьев и сестер. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, прикоснись к каждому из них, кто из них болен, исцели, Господь, у кого проблемы семейные, Бог разреши эти проблемы во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, каждого из них. Дорогоценный мой Иисус, за все Тебя благодарю. За кровь святую, за жизнь вечную благодарю Тебя. Аминь. И пусть Слава Божья будет путеводной звездой, светом в вашей жизни. Потому что каждый из нас, каждый христианин, какой бы он церковь, храм, костел, молитвенный дом не посещал, какое бы собрание он не посещал, будь он православный, католик или протестант, не так важна наша динаминация. Важна то, в кого мы веруем, важно то, каким мы духом напоены. Если мы наполняемся Духом Святым, Духом Божьим, Духом нашего Небесного Отца, если Иисус Христос живет в нашем сердце, то это самое главное. Потому что написано в Писании, в Священном Писании написано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И я хочу быть Его, я хочу быть частью Его. И я являюсь частью Его Церкви. Почему? Потому что напоен Его Святым Духом. И Иисус Христос живет в моем сердце. И я знаю, в кого веровал, и я знаю, куда иду. И это очень важно, потому что, если ты еще в растерянности не знаешь, куда ты пойдешь после смерти своей, или, допустим, ты думаешь, пойдешь в рай, почему ты так думаешь? Может, это просто самовнушение. Очень важно верить в Господа, как сказано в Писании. Очень важно принять Спасителем Иисуса, и очень важно вникать в учение Господне, чтобы вера наша была не человеческая, не вымышленная какая-то, не ложная, не гнилая, не какая-то еще, не пустая, а чтобы наша вера была полноровная, полноценная, чтобы наша вера была божественная, основанная на твердом основании, который есть сам Иисус Христос. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Запомните это, друзья мои, братья и сестры, и призываю милость Небесного Отца прямо сейчас на каждого из вас, дорогие друзья. Призываю милость Небесного Отца, и пусть Божье Слово это, оно пребудет с вами вечно, пусть Божье Слово кормит каждого из нас, и тебя, и меня. Это лучший хлеб, это хлеб наш насущный, духовный, который нужен так же нам, как и физический хлеб наш, который питает наше тело. А это духовный хлеб, питающий наш дух, нашу душу. Это гражданинная наша пища. Пусть Бог благословит каждого из вас, дорогие друзья. Я призываю милость Божью прямо сейчас на каждого из вас, стихами благословения из Библии, из книги чисел. Я хочу спеть это благословение сейчас на каждого из вас, из благословения Ааронова, 6 глава, в конце 6 главы книги чисел, есть такие слова, три стиха, которые однажды изменили мир. Я верю, они изменят и еще раз этот мир, и самое главное, изменят наш внутренний мир, каждого из нас в отдельности. Я пою это благословение сейчас, принимайте Божье благоволение, и пусть, как сказано в одном из переводов, Отец, Бог, улыбнется нам. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа нашего Господа, Бога и Спасителя, благоставляю вас. И еще раз поздравляю с праздником превражения Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и желаю, чтобы Божья воля исполнилась в вашей судьбе, как и в моей, и пусть среди нас прославится Господь Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. До встречи и на земле, и на небесах. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok